МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас на канале Аздару Елена Мищенко в студии в эфире новости Центральной Азии. Сегодня в выпуске мы расскажем. Еще один таджистский журналист пропал без вести. Зоозащитники в Узбекистане обнаружили бойню для собак в Ташкентской области. В городах Казахстана и Кыргызстана прошли митинги за права женщин. Еще один таджистский журналист пропал без вести. Двое неизвестных в штатском задержали таджистского журналиста Хуршеда Фазилова и увезли его в неизвестном направлении. Также конфисковали его компьютер. Хуршед Фазилов до января этого года сотрудничал с Управлением труда, миграции и занятости населения города Панджакента по контракту в рамках некого проекта. 6 марта он пришел в Управление, чтобы встретиться со своими бывшими коллегами и оттуда его увезли в неизвестном направлении. Родственники журналиста заявили, что с помощью некоторых лиц узнали, что он находится в Управлении Государственного комитета национальной безопасности по городу Панджакент. Там им подтвердили, что Хуршед находится в этом учреждении и его отпустят после допроса. В Управлении Государственного комитета национальной безопасности пока не прокомментировали причину задержания журналиста. Хуршед Фазилов писал новости и репортажи для независимой прессы из Заравшанского региона. Ранее его и еще несколько других журналистов обвиняли в сотрудничестве с новостным порталом Акбор.ком, который был запрещен в Таджикистане. В Казахстане, в Алматы прошел митинг за права женщин. Мероприятий в парке имени Ганди собралось около тысячи человек. Участницы и участники держали плакаты, на которых были написаны требования о принятии законов, защищающих женщин, увеличении числа женщин в политике и ужесточении наказания за домогательство и насилие. Кроме женщин на митинге присутствовали и мужчины, некоторые из них также держали плакаты. Участницы митинга также призвали принять закон о противодействии харассменту и прекратить покрывать сексуализированное насилие против женщин. Кроме того, в городе Актобе на западе Казахстана прошел митинг за снижение пенсионного возраста для женщин. Участницы требовали выхода на пенсию для женщин в 58 лет. Также в столице Кыргызстана, в Бишкеке, прошел мирный марш за права женщин. Акция стартовала у Дворца спорта. Организаторы марша отмечали, что 8 марта – это день политической солидарности всех трудящихся женщин в борьбе за свои социальные, экономические и политические права. Зоозащитники обнаружили бойню для собак в Ташкентской области. Часть животных удалось спасти от смерти. Как сообщает подробно УЗЭД, в колл-центр общества защиты животных поступило заявление о жестоком обращении с животными в колхозе Ахмад Ясави. В сообщении отмечалось, что заявители систематически слышат, как в одном из домов забивают собак в очень жестокой форме. Волонтеры выехали по указанному в заявлении адресу, связались с участковым и позвонили в 102. Пока не ждали сотрудников правопорядка, то слышали визги собак. Когда зоозащитники вместе с сотрудниками ОВД попали в дом, то увидели во дворе, что всюду была кровь, десятки собачьих шкур, которые пытались спрятать, засыпав землей. Владелец дома заявил, что собак здесь не режут. Волонтерам удалось спасти 35 оставшихся собак и 9 щенков. Все обстоятельства того, как и откуда в этот дом попадают собаки, выясняются. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои мнения в комментариях. Мы с вами встретимся завтра на канале Аздару. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова